Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я думаю, что мы можем начать с вами работу нашей секции. Я думаю, что коллеги еще будут подтягиваться, приходить из других секций. Я прошу всех присутствующих, кому интересна наша дискуссия, присесть за стол, потому что мы хотели бы отступить от стандартного формата проведения мероприятий в рамках типовых докладов. Мы бы хотели сегодня устроить дискуссию, профессиональную дискуссию, откровенную, по той ситуации, которая сложилась в различных саморегулируемых отраслях в части функционирования и деятельности национальных объединений. Я предлагаю официальные доклады, подготовленные нашими спикерами, перемежать обсуждением, возможно, какими-то диспутами. У нас нет с вами задачи сегодня прийти к какому-то единому и окончательному решению и пониманию, как же мы будем дальше вести диалог с нашим государством в части форматирования деятельности национальных советов, потому что события последних, я бы сказала, недель настолько придали динамику в различных отраслях вопросу функционирования национального объединения, что сегодня, пожалуй, невозможно прийти к какому-то единому, к какой-то единой позиции, принять какую-то единую точку зрения, но тем не менее мне бы хотелось, чтобы мы с вами по итогам нашего мероприятия все-таки подтвердили необходимость функционирования такого важного элемента в нашей модели саморегулирования как национальное объединение саморегулируемых организаций. И, может быть, все-таки смогли сформулировать несколько, пусть это будет два или три ключевых базовых принципа, по которым национальные объединения должны и могут функционировать. Потому что, как вы все хорошо знаете, 10 лет назад на территории России был начат эксперимент по переходу в ряде отраслей профессиональной предпринимательской деятельности от государственного лицензирования деятельности к саморегулированию. Собственно говоря, идеологом данного процесса был министр экономики Герман Оскарович Греф. И, собственно говоря, горячую поддержку он имел в нашей Государственной Думе, в Комитете по собственности, который был автором закона о саморегулировании в отдельных отраслях, Комитет по собственности, который в тот момент возглавлял Виктор Семенович Плесачевский. И, наверное, все мы с вами понимаем, что вот такая спайка 10 лет назад руководителя органа исполнительной власти, руководителя одного из ключевых руководителей ключевых комитетов законодательной власти и позволил эксперимент по переходу отдельных отраслей на саморегулирование сделать очень динамичным и на каком-то этапе успешным. Сейчас мы со всех сторон слышим упреки и недовольства самыми различными моделями саморегулирования в различных отраслях. И я бы хотела сейчас перейти непосредственно к своему докладу и попытаться вместе с вами проанализировать ту ситуацию, которая у нас сложилась на текущий момент именно в национальных объединениях. Мы специально выделили именно этот структурный элемент нашей модели саморегулирования, потому что, на наш взгляд, именно в этом у нас и произошел затык. Потому что, чтобы мы с вами не говорили про саморегулируемые организации, все-таки этот институт на уровне первой регулятивной линии, на которой контроля за субъектами профессиональной предпринимательской деятельности, все-таки сложился СРО, свою миссию осознают. Другое дело, что они могут злоупотреблять своими возможностями и правами или сообществами до конца проявлять свое самосознание. Но все-таки эта регулятивная линия у нас сегодня функционирует. Она достаточно успешна и эффективна в качестве модельного элемента. А вот на уровне формирования и создания национальных объединений мы действительно забуксовали. Потому что изначально законодатель предполагал все-таки, что создание саморегулируемых организаций будет безусловной предтечей формирования некого парламента профессии, куда все срок войдут и смогут вырабатывать консолидированную отраслевую повестку, смогут договариваться о единых правилах этических, профессиональных правилах поведения в данном секторе профессиональной деятельности и, собственно говоря, с этой площадки коммуницировать с государством, чтобы у государства было понимание, что национальный совет в той или иной отрасли действительно транслирует позицию данного профессионального сообщества. Вот наша задача сегодня с вами разобраться, почему же это не случилось, почему сегодня такого диалога нет. Я считаю, что это экзамен, который мы не сдали пока, но нам его надо выдержать. Этот экзамен не сдали вместе с государством, здесь обоюдная вина. Нам, наверное, отраслевикам недостаточно профессионального самосознания и воли профессиональной для формирования очень внятного отраслевого концепта. А государству, наверное, в силу того, что сегодня нет какого-то единого центра управления развитием саморегулирования со стороны государства, наверное, никто из вас не назовет то ведомство, которое сегодня ответственно за развитие института саморегулирования на территории России. Нет такого центра. И, к сожалению, поскольку Герман Оскарович, главный идеолог внедрения саморегулирования, покинул, собственно говоря, эту площадку, он занят совершенно другими, не менее важными делами. И в законодательной думе, к сожалению, нет сегодня Виктора Семеновича Плескачевского, который вел эту тему как модератор, как идеолог. Вот на смену не пришли топ-менеджеры от государства ни со стороны исполнительной власти, ни со стороны законодательной власти, которые бы этот процесс, начатый достаточно динамично, сейчас бы сопровождали. А поскольку мы все-таки, вот очень интересное было высказывание коллегии на пленарном заседании о том, что нельзя говорить об обязательном саморегулировании, что такого термина нет. Термина нет, а процесс-то есть. И вот нам бы хотелось понимания, что, можно, пожалуйста, первый слайд, что существует большая все-таки разница в текущей ситуации между отраслями, которые восприняли идеологию саморегулирования и добровольно сейчас организуются саморегулированной организацией. И те отрасли, которые вошли в саморегулирование, что называется, по принуждению, да, в одночасье, когда был принят закон отраслевой, вернее, поправки в отраслевой закон, у нас в эти отрасли, собственно говоря, пионерами стали арбитражные управляющие, за ними пошли оценщики, потом пошли аудиторы, вот, собственно говоря, потом пошли строители. Вот в таком, в такой последовательности пять отраслей были переведены на обязательное саморегулирование и профессиональное сообщество в одной части проснулось вот с таким новым институциональным образованием. И вот на наш взгляд нужно сегодня серьезно разделять все-таки отрасли, где саморегулирование идет инициативно, но как бы ментально, однородно отрасли, да, и отрасли, которые, собственно говоря, вынуждены к этому институциональному, к этой формации институциональной адаптироваться, ну, по решению, собственно говоря, государства. И вот если сравнивать эти две, как бы, ветви, да, в которые сейчас существуют, то мы можем говорить, что, конечно, и безусловно, добровольное саморегулирование, демонстрирует наиболее позитивные сегодня эффекты, результаты, потому что это осознанный выбор, во-первых, да, профессии. Поскольку саморегулирование как система является добровольным, у профессионального сообщества большая свобода в выборе системных элементов этой, как бы, да, этой модели. Естественно, инициативные СРО исповедуют принцип рыночной конкуренции, они для этого и создают. Они изначально, собственно говоря, проповедуют самую главную идеологическую задачу вот этого института саморегулирования. Это формирование конкурентно преимущественных качеств для того, чтобы иметь преференции в глазах ключевого потребителя. Ну и, безусловно, это мотивация, срок развития вот этих конкурентных преимуществ. Что же мы с вами наблюдаем в сферах, где саморегулирование у нас было введено как обязательный институт? Законом была, собственно говоря, конфигурация установлена очень жестко. Отдельные элементы различных систем, ну вот мы говорили, да, в частности, национальное объединение были законодательно не прописаны, а где-то они прописаны штрих-пунктирно. Да, и статус национального объединения как элемента вот этой вот модели, он вообще не определен ни в одном отраслевом законе. И, безусловно, что на сегодняшний момент все модели обязательного саморегулирования не похожи друг на друга. У нас нет единых принципов формирования вот этой системы для различных отраслей. Каждая отрасль, собственно говоря, трансформируется под желание, под видение руководителя профильного министерства, его, естественно, там, коллег и аппаратов без какой-то четкой стратегии. Стратегии вообще до сих пор нет. Я надеюсь, что вот если мы с вами одобрим хоть какой-то сейчас документ, которые разрабатывают на площадке Совета по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности при торгово-промышленной палате, мы сможем хотя бы с государством, может быть, согласовать какое-то общее видение того, что же, собственно говоря, мы можем считать саморегулированием. Таким образом, мы с вами можем констатировать, что на момент, можно сказать, что на момент перехода от государственного лицензирования к саморегулированию ментально ни чиновничий аппарат, ни само профессиональное сообщество не было готово вот к этому институциональному взаимодействию. И, собственно говоря, отраслевое сообщество было вынуждено двигаться вслепую. И несмотря на, скажем так, уже сформированную практику, уже сложившуюся ситуацию, на сегодняшний момент мы с вами имеем очень куцый 315 закон, закон о саморегулируемых организациях, который совершенно не отвечает требованиям текущего момента в контексте тех ситуаций, которые сложились вот в этих отраслях с обязательным саморегулированием. Законодательной базы у нас сегодня четкой, внятной, которая бы структурно прописывала все элементы модели саморегулирования, у нас ее сегодня нет. Давайте же посмотрим, какие у нас ситуационные сбои в отраслях и сферах деятельности с обязательным саморегулированием. Следующий. Ну, как я уже сказала, вот как мы считаем, что первая причина вот такого сегодня системного коллапса, который происходит в различных отраслях, это то, что главные идеологи и первые координаторы саморегулирования в связи с переходом в другие сферы деятельности, отошли от темы и перестали ее развивать и лоббировать на уровне государственных институтов. Новые топ-менеджеры, это и Минэкономразвитие, и другие министерства, курирующие саморегулирование, недостаточно информированы о динамике и этапности процесса становления саморегулирования и о причинах проявления его неэффективности в локальных отраслевых ситуациях. Я думаю, что все вы читали доклад Минэкономразвития, в котором предпринята попытка проанализировать текущую ситуацию в саморегулировании. Вы, наверное, поняли, насколько неоднозначно и поверхностно, скажем так, понимание сегодня одного из ведущих наших ведомств о том, что же происходит в реалиях в каждой отдельной отрасли. Ну и, безусловно, 315, то, что мы сказали, закон, который изначально был принят как рамочный закон, и он требовал детализации и корректировки по мере развития элементов системы, остался в своем первичном состоянии. Я просто помню, когда нас приглашал на встречу Герман Оскар и Греф, были такие хорошие времена, когда министр экономики нас еще приглашал к диалогу, потому что он был заинтересован в развитии этого института, объяснял, советовался, модерировал, направлял нас. Но, к сожалению, это никак в документарном виде не оформлено, поэтому это осталось в нашей памяти. Когда он говорил, что мы не можем сейчас навязать вам единый закон о саморегулировании, мы не понимаем, какая будет практика. Давайте сейчас попробуем ввести элементы саморегулирования в отраслевые законы, разные элементы, в разные отрасли, чтобы они не были похожи, и потом проанализируем, как та или иная модель себя показывает на практике для того, чтобы потом создать единый закон. Но вот, к сожалению, да, вот эти вот выводы-то теперь у нас есть, хотелось бы все-таки, чтобы появился, может быть, это будет межведомственная комиссия, следующий слайд, может быть, это будет иное объединение, куда войдут все-таки представители важных и органов исполнительной законодательной власти, для того, чтобы мы смогли вот как раз-таки приступить ко второму важному этапу, проанализировав то, что у нас получилось, сформировать единое, единую оптимальную модель саморегулирования и зафиксировать ее в 315 законе. Можно следующий слайд? Я хотела бы вот конкретно перейти к анализу. Это очень поверхностный и не очень глубоко детализированный, но, тем не менее, наглядный вот такой пример той отраслевой разноголосицы, которая сегодня существует в вопросах создания и функционирования национальных объединений. Мы взяли 4 отрасли, которые я уже упомянула, это строители, оценщики, аудиторы и арбитражные управляющие. И вот что у нас с вами интересно. Если у строителей мы наблюдаем в качестве субъекта предпринимательской, профессиональной деятельности юридических лиц, то у оценщиков, например, это физические лица. Мы сейчас не будем говорить, хорошо это или плохо, но, тем не менее, субъект определен. А вот, например, у аудиторов смешанная система, здесь регулируются юридические лица и физические лица. У арбитражных и управляющих все-таки тоже есть четкая определенность, там идет регуляция физических лиц. Национальные объединения в сфере строительства образуются съездом саморегулируемых организаций. У оценщиков очень интересная конфигурация. У них национальные объединения формируют более 50% субъектов саморегулирования, которые в своем составе объединяют более 50% субъектов регулирования. То есть более 50% срок должны объединиться, которые в своем составе должны объединить более 50% участников профессиональной деятельности. Вот на самом деле вот эта вот норма в оценочной сфере сегодня является основополагающей для диагностики дисфункции национального объединения. Вот не могут по второму признаку оценщики вообще сегодня сформировать полноценное национальное объединение. У аудиторов вообще уникальная ситуация. У них национального объединения не было и в помине даже с момента введения этого института в отрасли. Функционал национального объединения выполняет совет при Министерстве финансов, в котором, собственно говоря, аудиторы от общего числа состава этого совета представляют всего двух специалистов, которые, понятно, не имеют никакого веса веса при голосовании тех или иных важных отраслевых вопросов. Это вообще такая уникальная ситуация, где модель есть, а вот ключевой элемент вообще, собственно говоря, не предусмотрен. Функция его по большому счету выполняется Министерством, курирующим эту отрасль. У арбитражных управляющих, пожалуй, наверное, очень хорошая ситуация. У них здравое решение, где национальное объединение образует более 50% саморегулируемых организаций, зарегистрированных в этой сфере. По вопросам принятия решения в национальном объединении строителей, решение полномочное при голосовании за него не менее двух третей от СРО при соблюдении принципа «один СРО, одно СРО, один голос». Это достаточно демократичная процедура. Принципы же голосования в национальном объединении у оценщиков появились только в 2014 году, но при этом регулятор, пойдя навстречу и услышав просьбы оценщиков законодательно закрепить эти принципы голосования, поскольку они тоже были предтечей того конфликта, который сейчас разгорелся в оценочной отрасли. Тем не менее, вот сейчас поправки приняты, национальное объединение, имея кворум от двух третей своих членов, может принимать решение простым большинством голосов. Но оценщиков министерства пошло дальше. Сделав шаг навстречу формирования основного принципа принятия решения в национальном объединении создало некую структуру, которая по большому счету, наверное, дублирует такую же структуру, как у аудиторов. Создан совет по оценочной деятельности. То есть существует национальный совет, который формирует саморегулируемые организации, и в то же время нормативно-правовой регулятор в виде министерства сформировал при себе совет по оценочной деятельности, который полностью дублирует функционал национального совета. И поэтому эта норма, вроде бы удовлетворяющая требования оценщикам, сейчас никому стало неинтересно, поскольку весь интерес теперь смещен, конечно, к работе Совета, который будет функционировать при Министерстве, и все, понятно, решения важные отраслевые будут решаться там. Поэтому, сделав, вот я говорю, один шаг навстречу, мы по большому счету убили весь интерес к дальнейшему развитию национального объединения, даже с учетом того, что там прописаны вроде бы демократические нормы. Ну, у аудиторов даже не имеет смысла говорить, как принимается решение в Совете, потому что понятно, что отрасль, собственно говоря, достаточно вяло представлена в этом Совете, и по большому счету ее мнение может быть выслушано, но принято или нет, это остается как бы на усмотрение курирующего Министерства. У арбитражных управляющих в законодательстве принципы принятия решения также не закреплены. Если мы говорим о вопросах ротации, то по большому счету ротация закреплена только у строителей, у оценщиков ротация руководства законодательно вообще не регламентирована, у аудиторов, понятно, поскольку нет нас объединения, тоже нет этой вопроса, и у арбитражных управляющих этой нормы нет. Очень интересно было посмотреть на процедуру отзыва статуса национального объединения, потому что это вообще коллизия, и вопрос, который сегодня, я думаю, мы с вами подискутируем. Если статус, как мы говорим, национального объединения присваивается этому объединению, может ли быть он отзван кем, как и на каком основании. Ну, во всяком случае, такой процедуры не прописано ни в одном законе. Вот, пожалуй, наверное, ключевая такая схемограмма той ситуации, которая сегодня законодательно закреплена за отраслями, в которых введено обязательное саморегулирование. Но есть еще одна очень интересная вещь, вот можно сравнить оценщиков, поскольку деятельность их публична, и строителей, и мы считаем, что это принципиальное развитие, если, например, у оценщиков прописано обязанность введения в публичном доступе реестра выданных разрешений на допуск. У нас это называется выписка из реестра членов, то есть мы публикуем в открытом доступе все свидетельства о членстве, которые мы выдаем своим членам. То, например, у строителей отсутствует эта обязанность ввести в публичном доступе реестра разрешения на специализированные виды работы. Кто-то ведет, а кто-то нет. И мы считаем, что это вот очень пагубно сегодня сказывается на вообще здоровье вот этой отрасли. Вот на примере приведенных в таблице отраслей хорошо просматриваются основные последствия отсутствия единых подходов к формированию моделей и вот элементов модели саморегулирования. Сегодня мы можем констатировать, можно следующий слайд, да, что искажен квалифицирующий базовый принцип отраслевой однородности членства в СРО. В отраслевых законах другой появились принципиально различные правовые конструкции, которые разрушают единое правовое поле как система, система саморегулирования. И в результате возникли квази-формы, которые подрывают доверие государства к саморегулированию. Что с этим делать? Мы считаем, что сегодня необходимо законодательно закрепить следующие принципы. Принципы создания национальных объединений, принципы функционирования и распуска национальных объединений, отзыва статуса. Принципы обязательного членства СРО в нацобъединениях и введения единого реестра СРО. Принцип принятия решений в национальных объединениях одно СРО один голос. Исключительного права национального объединения на разработку отраслевых федеральных стандартов, публичности всех процессов, включая введение реестров и допусков к работам. Запрет на коммерческую деятельность в национальном объединении. Обязательную ротацию руководства национального объединения и ограничение размера взносов на содержание национального объединения до разумных размеров. Мы сегодня с вами, как представляется, должны понять и государство внятно объяснить саморегулируемому профессиональному и предпринимательскому сообществу, кто именно в стране курирует эту тему. Саморегулирование уже 10 лет, оно стало действительно обоснованной альтернативой государственному регулированию, неотъемлемой частью нашей экономики. А единого центра, откуда государство посылало бы импульсы этой системе, до сегодняшнего момента не создано. Более того, когда мы, пытаясь решить свои локальные отраслевые проблемы, обращаемся в суды, мы сталкиваемся с тем, что и правоохранительная, и судебная система сегодня не готова разрешать наши конфликты, не готова вести медиацию, поскольку понимание, что такое регулятор, что такое отраслевой регулятор, какой статус и какой функционал несет в себе саморегулируемая организация по отношению к члену, саморегулируемая организация по отношению к национальному объединению, национальное объединение по отношению к саморегулируемой организации. Вот сегодня такого понимания нет. Более того, представить что-то в виде доказательной базы мы не можем, потому что наши законы, Они штрихпунктирно только прописывают функционал национальных объединений. И выходом из этой ситуации нам все-таки представляется внесение в базовый закон о саморегулируемых организациях положения национальных объединений с теми принципами, которые сейчас мы вам продемонстрировали. Я не берусь говорить, что это мнение всех членов Совета. Это попытка все-таки в итоге кристаллизовать какую-то общую для всех модель, наверное, национального объединения, которая бы не принесла вреда различным отраслям с учетом тех ситуаций, которые в них сложились. Я благодарю вас за внимание и хотела бы перейти к нашему следующему докладу, если нет вопросов по этой теме. Нет вопросов, да? Мы можем потом подискутировать, подебатировать, сейчас как бы выслушать основных докладчиков. Темой следующего доклада будет корпоративное отношение в национальных объединениях. Доклад нам представит Елена Владимировна Петровская, генеральный директор саморегулируемой организации оценщиков ОРМО. Спасибо большое, что Вы выбрали нашу секцию. Я удивляюсь, что мало людей, с учетом того, что у строителей вот такая инновация, что теперь национальные объединения будут контролировать саморегулируемые организации, вплоть до того, что инициировать исключение их из реестра. Можно вернуть первый вообще слайд? У меня еще выше. Первый. У меня тема доклада, и она правильная. Это корпоративные отношения в национальных объединениях. И я умышленно назвала все-таки субъекты публичного права. Теперь следующий слайд. Почему так назван доклад, хотя на самом деле тема корпоративные отношения? Нужно задуматься, и вот Ирина Анатольевна только что сказала о том, что, к сожалению, и судебная система не понимает, что такое национальные объединения. Так вот, национальные объединения, по сути, являются юридическим лицом публичного права, созданного СРО для выполнения публичных функций. Что такое юридические лица публичного права? Это не просто хозяйствующий субъект. Это лица, созданные для защиты общественного публичного интереса, охраняемого и гарантируемого государством. Это не просто хозяйствующий субъект. И, соответственно, положение устава такого юридического лица публичного права должны исключать, когда эти полномочия, неограниченные, могут использоваться в интересах узкой группы лиц. Вот это кардинальная вообще тема национальных объединений. И, к сожалению, это происходит по факту, что национальные объединения пытаются у нас использовать в интересах узкой группы лиц. Фактически происходит коммерциализация таких вот по закону созданных публичных образований. И, безусловно, чтобы не было такой коммерциализации, первый аспект – это корпоративное управление. Следующий слайд. Необходимы условия деятельности. Законодательно установленные положения корпоративного устройства национальных объединений. Это главное, что должно быть прописано законом. Потому что по опыту и строителей, и оценщиков, когда создается организация, все считают, что это вот некий дружный союз, в который мы объединились. И поэтому прописывать вот такие строгие нормы, как мы будем контролировать, как будет осуществлена публичная открытость, как, если у нас правление примет решение о том, что взносы должны быть, я не знаю, там вот у строителей 2 миллиона рублей они принимают и больше. Как может обычная организация, член этого национального объединения повлиять на процесс? На самом деле, именно корпоративные отношения определяют, как ты можешь контролировать эту ситуацию. И у таких лиц это главное. Когда мы обсуждали на нашей секции возможность обязательного членства в таких национальных объединениях, строительная отрасль очень бурно реагировала и говорили, что этого допустить нельзя. Поскольку мы не хотим обязательного членства, вот у нас оно есть, и нас туда заталкивают, собственно, силой по закону. А что там происходит? Мы не понимаем вообще, для чего те действия проводит наше национальное объединение, зачем они это делают, при этом мы обязаны его финансировать. Это был главный такой крик души от строительных саморегулируемых организаций. Наш крик души со стороны оценщиков был другой. Нас не пускали в это национальное объединение, то есть была возможность такой ситуации, что могут исключить из национального объединения. И тогда саморегулируемая организация теряет возможность представить свой голос в том лице публичного права. Потому что, с одной стороны, суды воспринимают его как некий хозяйствующий субъект, а по факту общество, государство, ведомства властные все-таки воспринимают национальное объединение как некую позицию всего отраслевого сообщества. И если я бесконтрольно могу получить доступ, определять эту позицию сама по себе, без контроля, со стороны участников, то, безусловно, это очень интересная позиция, согласитесь, коммерчески привлекательная. Я удивилась, не удивилась, вернее, что сегодня на первом заседании национальное объединение строителей очень активно поддерживалось, что действительно дайте нам полномочия, и мы будем контролировать саморегулируемые организации. Возможно, это и нужно сделать, но прежде нужно законодательно прописать положение корпоративного устройства национальных объединений. Следующий слайд. Вот по поводу неограниченных полномочий, которые может получить нацобъединение. Что такое неограниченные полномочия, причем властные полномочия? Вот мы уже видим, да, нас объединение будет срок проверять и как-то инициировать исключение из реестра, то есть фактически лишать статуса. Вот в правовом государстве у нас законодательная, исполнительная, судебная власть, они разграничены. Следующий слайд. А в национальных объединениях этого нет. Ирина Анатольевна тоже говорила о том, что и статус его не определен. С одной стороны, можно его рассматривать как простой хозяйствующий субъект, а с другой стороны, посмотрите, вся власть вот у нас на ладошке, то есть неограниченные полномочия нацобъединения. И что может последовать отсутствие контроля и прозрачности в деятельности? Национальное объединение может превратиться вот в такой вот замечательный кулак для саморегулируемых организаций, которые по сути его создали, которые его финансируют. Следующий слайд. Вот законодательная история с национальным объединением в оценочной деятельности. Вел законодатель экзамен в национальном объединении. Саморегулируемые организации должны иметь семь человек, которые сдадут в национальном объединении этот экзамен. Не сдал экзамен в НСОТ. СРО исключается из государственного реестра. То есть фактически там у тебя 5-6 тысяч членов, они остаются на улице. И это только зависит от того, как сумел сдать ты экзамен вот в этом национальном объединении. Следующий слайд. А куда же пойдет комфонд этого СРО? Оно пойдет в это национальное объединение, которое у тебя принимает экзамен. Члены СРО имеют право на возврат компенсионного фонда через 3 года после ликвидации СРО. То есть они могут обратиться в НСОТ и сказать, дайте наши деньги обратно. По сути, вот первый слайд, там говорится о том, что деньги-то мы можем куда угодно деть, нам главное вот мешок потом за него отчитаться. По сути, СРО в случае утери комфонда лишается статус СРО. Национальный совет в случае утери комфонда никакой ответственности нет. То есть вот та ситуация, когда члены СРО пришли и вот такой аморфный фига, ну ничего в законе не прописано, что будет. Ну будет, да, разместили в управляющую компанию, да, вот у нас кризис финансовый. Ну нет денег. Вот что происходит. И когда попытка была все-таки корпоративного контроля посмотреть за деятельностью СРО со стороны, за деятельностью национального объединения со стороны саморегулируемой организации, начался конфликт на с объединения оценщиков. То есть всего-навсего нужно было проверить деятельность, посмотреть. И что вы думаете? Первый слайд. Публичного права лицо национальный совет. Проверка была закрыта. То есть результаты проверки общественности показывать нельзя. До сих пор это тайна за семью печатями. Это ненормальная ситуация. То есть как и по факту у нас так и получилось, что узкая группа лиц использовала его в своих коммерческих интересах. То есть там просто зарабатывали деньги. Следующий слайд. Вопросы существуют у чиновников. Что делать с саморегулированием? Как решить эти вопросы? Как сделать так, чтобы институт заработал? Что делать с национальными объединениями? Какие функции им давать? Какие нельзя? Мы говорим о том, что профессионалы знают ответы. Нужно просто слышать. Наверное, это трудно. Наверное, мы имеем разное мнение профессионалы. Можно договориться так, что мы сначала сформируем свою консолидированную позицию, потом ее принесем чиновнику. Но мы должны быть уверены, что они будут слушать. Потому что формировать консолидированную позицию – это огромный труд. Согласитесь, все мы разные. И самая беда в том, что мы не вникаем вообще, что происходит в других отраслях. То есть мы поверхностное представление имеем. И вот даже здесь, на совете, мы пытаемся проанализировать, услышать, где же какие затыки в каждой отрасли. Потому что все уникальное, все отраслевые законы, они разные. И они противоречат общему закону. Так вот, если мы договоримся и нас услышат, мы знаем ответы. Следующий слайд. Безусловно, государственный орган остается уполномоченный. Контроль за субъектами, в том числе и за нац-объединениями. И следующая саморегулируемая организация. Позиция, что государство должно осуществлять контроль за национальными объединениями, может быть, она имеет место быть на практике. Потому что действительно мы получаем некую организацию, которой достаточно много полномочий, но при этом никто ее не контролирует. Вот те же комфонды, которые передадут в национальное объединение СРО, которое закрылось, кто будет контролировать, чтобы они были в сохранности. Следующий слайд. Законодательное регулирование. Что нужно? Во-первых, требуется создать единые правовые основы для деятельности национальных объединений. В частности, законодательно закрепить принципы корпоративного управления и особый статус правовой таких объединений. Во-вторых, ограничить круг государственно-властных полномочий и национальных объединений исключительно разработкой профессиональных стандартов. И в-третьих, привести отраслевое законодательство в соответствии с нормами СРО. Ну, например, как если в случае, что СРО должно передать комфонд в национальные объединения, при этом потом члены, которые вообще, члены СРО, которые не вступали ни в какие гражданско-правовые отношения с национальным объединением, почему-то вдруг придут и будут от него требовать свой комфонд. Вот Гражданский кодекс этого не предусматривает. Эта конструкция только в одном законе прописана. Но давайте все-таки жить по правилам Гражданского кодекса и приведем в соответствие, чтобы эти инструменты прописаны, чтобы они соответствовали общему правовому полю Российской Федерации. Следующий слайд. Тогда вернемся еще сюда. Так вот, все-таки полномочия, наверное, разработка профстандартов, и это логично, потому что профессионалы должны объединиться и выработать единые правила игры, с этим все согласны, это на всех секциях звучит красной нитью. А вот чтобы не было это коммерчески привлекательное национальное объединение, и не было там корпоративных закулисных каких-то боев, то, наверное, оставить эту функцию и никаких других функций у национального объединения, кроме разработки профстандартов, быть не должно. И тогда получается следующее предложение, но это вот такое мое мнение, какие-то коллеги поддерживают, кто-то нет, что в случае, если профессионалы национального объединения не разрабатывают стандарты, ну вот не собираются, не разрабатывают, удобно работать на таких вот каких-то правилах, нет стандарта, нет ответственности. Что делать тогда государству? Оно саму не может разработать этот стандарт, потому что исключительное право у национального объединения. Что делать государству в этом случае? А потребителю нужны стандарты, они должны понимать, что они защищены, что государство их защищает. Но в этом случае мое предложение убирать саморегулирование, говорить о том, что здесь профсообщество не состоялось, тогда национального объединения исключается из реестра, поскольку оно не справилось, не смогло разработать стандарты. Ну и, соответственно, саморегулирование в этой отрасли быть не должно. Тогда государство должно искать какие-то другие механизмы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Владимировна, за очень интересный подробный доклад. Я думаю, что наши коллеги строительных органов и строительных срок получили большое удовольствие. Потому что вы озвучили самые, наверное, больные и острые моменты той ситуации, которая сегодня сложилась. Ну, кстати, именно по этой причине у нас немножечко видоизменились темы докладов. И следующий доклад у нас будет представлен руководителем департамента по взаимодействию с органами государственной власти Ассоциации национального объединения изыскателей. Генерятка Олег Николаевич. Изначально тема доклада была немножко другая, но в контексте вот тех изменений, которые сейчас мы наблюдаем в градостроительном кодексе, Олег Николаевич немножко скорректировал тему своего выступления. Спасибо. Полгода назад, в общем-то, совсем небольшой срок, была создана Ассоциация национального объединения изыскателей. С какой целью была создана данная ассоциация? Для того, чтобы просто реализовать свое право на труд. Потому что ряд изыскательских СРО были допущены в Совет на ИЗО. Таким образом, они могли реально влиять на какие-то моменты, которые необходимо было решать в нашей отрасли. Мы считаем, что национальное объединение строительной сферы должно быть добровольным. Именно в этом случае происходит настоящее объединение усилий профессионалов, которые хотят действительно работать и приносить отрасли пользу. Национальное объединение обязательное, на наш взгляд, создают монополизацию рынка. И само создание таких национальных объединений приводит не к развитию бизнес-процессов, не к повышению качества и снижению вреда, как это прописано в градостроительном кодексе, а имеют равнообратный механизм. Вот в нашем конкретном случае национальное объединение изыскателей, ассоциация национального объединения изыскателей, объединились несколько СРО, распределили объем работ, то есть кому, чем интересно заниматься. Для того, чтобы проводить жизнь наши планы, мы официально обратились в соответствующие организации, государственные органы с просьбой включить наших представителей в рабочие группы при этих государственных органах и организациях. И таким образом на сегодня наши представители включены в международную рабочую группу по улучшению институционного климата и снятию административных барьеров при Минстрое Российской Федерации. В экспертном совете по законопроекту депутатов Емельянова и Руденко о добровольных национальных объединениях при Госдуме также мы принимаем участие. И в экспертном совете по земельным отношениям и строительству при ТПП РФ. То есть обратились, нам пошли в большинстве случаев, и таким образом мы через своих представителей нормально, реально включились в эту работу по вопросу оказания помощи нашим изыскателям. При нашей ассоциации создана экспертная группа, которая проводит анализ и вырабатывает предложения по тем законопроектам, которые вносятся в Государственную Думу. И в том случае, если, на наш взгляд, законопроект вредный, готовится соответствующее обращение к руководителям государства, обращение в Государственную Думу, с тем, чтобы повлиять на принятие или непринятие таких законопроектов. Проводится также ряд других мероприятий, которые направлены на пользу профессиональному сообществу. Так вот, в июне этого года была проведена и очень успешно проведена по отзывам участников отраслевая конференция в Москве для изыскателей. Издаем свой журнал профильный. Провели конкурсы юристов саморегулирования всероссийских, который также вызвал большой интерес и дал практическую пользу для юристов саморегулированных организаций. По работе ассоциации, то есть сама ассоциация взносов не собирает. Какие-то есть целевые взносы, направленные на проведение юридических экспертиз и на оплату труда нескольких сотрудников, которые работают в ассоциации и проводят действия, проводят работу для членов нашей ассоциации. Задача ассоциации, в общем-то, не стоит с кем-то конкурировать, ни с национальными объединениями, ни с кем-то еще. А оказывать помощь в содействии членам ассоциации, продвижении их идей и технологий. Последнее событие, которое происходит на фоне слияния НОПА с НОИЗом, по существу после такого слияния наша ассоциация останется единственным профильным объединением для изыскателей, которое будет заниматься интересами изыскательских организаций. В своей деятельности мы, в общем-то, опять говорю, не конкурируем, а дополняем и усилием деятельность национальных объединений. Вопрос оказания реальных помощи профессиональному сообществу. То есть мы не противопоставляем себя обязательным национальным объединениям, хотя, в общем-то, считаем, что объединения должны быть добровольными. И все-таки то, о чем говорила Елена Владимировна, вот эти последние события, последние отработанные технологии принятия законопроектов, вот 320 закон, он уже действует, законопроект 50482, уже прошел такие чтения, тоже, видимо, будет подписан без сучка и без задоринка. Хотя вызывает удивление, что настолько, вот по последнему законопроекту, настолько он юридически непроработан, юридически сырой, зачем такие скорости? Что? Абсолютно безграмотный закон. То есть мы подготовили и юридические заключения, и провели эту работу, хотя там все было в тайне, быстро все-таки оперативно провели этот законопроект, те, кто проводил его, но мы успели пообщаться с всеми членами Комитета по земельным отношениям и строительству Государственной Думы перед тем, как они голосовали во втором чтении за этот законопроект. Максим, чего удалось добиться все-таки, хотя все, что могли, сделали, это то, что все-таки две секции в Госдуме не голосовали по данному проекту, то есть это коммунисты и справедливые росы, но законопроект все равно прошел. Хотя вот даже взять такой простой момент, ну о том, о чем уже говорили. Да, надо наказывать руководителей тех СРО, которые нарушают законодательство, штрафовать там вплоть до уголовной ответственности, если заслужили. Но страдают по существу те организации и индивидуальные предприниматели, которые входят в СРО. Вот СРО отозвали, лишили статуса. И что? Получается, что все организации, которые в СРО входили, абсолютно непрописанным механизмом всего этого дела. То есть не могут участвовать в конкурсах, не могут, если они уже делали какую-то работу, то есть разрешенные работы, то есть они не имеют права, если это объектка обстроительства. Что им делать? Это первое. Второе. То, что касается комфондов. Комфонд СРО обязан передать нас объединение. Ну, если передал, ведь это может затягиваться, годами может затягиваться. Будут передавать, не будут передавать. А что делать организациям? Им надо вступить в новый СРО, чтобы опять обрести право профессиональной деятельности. Опять собирать деньги для того, чтобы опять носить в комфонд, иначе они не могут быть участниками СРО. Вот такие моменты там один на одном сидят. И почему так происходит, почему безграмотные законопроекты проходят у нас в Госдуме, это, конечно, вызывает большое удивление. Спасибо. Спасибо большое, Олег Николаевич. Есть, да, вопрос? Да. Представляйтесь, пожалуйста. Сергей Воробьев, НПСРО ЕМСЦ. Не подскажете, как бы, да? У нас все-таки саморегулирование, да, Олег Николаевич? И члены наших СРО, они когда вступают, они должны смотреть, куда они вступают. Если они вступали в тот СРО, который заведомо нарушал закон, предоставлял нас срочки, не требовалось с них ничего, да? Они же знают, что с них ничего не требовали. Так почему, собственно, как бы мы должны о них беспокоиться? Они выбирают у нас 274 саморегулированных организаций в строительстве, ничего, достаточное количество проектирования и вызыскания. Да, есть из чего, соответственно, выбрать. Да, есть СРО, который, давайте скажем так откровенно, вообще ничего не требует, кроме того, как по срочку заплатить Комфронт. Есть СРО, да, который требует значительно больше, чем требования закона. Да, есть выбор у каждого строителя. Все взрослые люди, люди занимаются многомиллиардным бизнесом. Да, вам долго. Вопрос, да, почему мы должны за их выбор, да, собственно говоря... А я вам отвечу. Отвечу следующим образом. Преступление, ведь все могло быть нормально, то есть все документы, все, что положено по законодательству, все процедуры были соблюдены. Но в процессе жизни, скажем так, все-таки сейчас изменяется. Вот СРО был замечательным, хороший. Потом допустило два нарушения, может быть, не очень серьезных, как это прописано, и оно потеряло свой статус. Оно было таким, через год, ну, вот такие нарушения у него появились. А при чем есть профессиональные организации, которые и сном, и ухом, в общем-то, не знали об этих нарушениях. Они-то в чем виноваты? Ну, так, на мой взгляд, это как раз и должно стимулировать членов участвовать в работе органов, да, в собраниях тех же самых, избираться в совет и влиять на деятельность СРО. У нас саморегулирование все-таки, или не саморегулирование, да, должна быть ответственность членов СРО за деятельность этого самого СРО. Должна быть. Как это прописано законодательно? Некоммерческое партнерство в форме некоммерческой организации, через органы управления, участие в органах управления. Ну, я еще раз не претендую на Исину в последней инстанции, сколько людей, сколько и мнений. Наше мнение такого, что нельзя принимать непроработанные, юридические, совсем сырые, неграмотные юридические законы. Их принимать нельзя. И когда в Госдуме такие законы принимаются, это остается или под сомнением, или абсолютная надушие депутатов, которые голосуют за такие законы, либо же их абсолютно непрофессионализм. Что недопустимо ни в первом, ни во втором случае. На мой взгляд. Я тоже подключусь к дискуссии. На самом деле, как мне кажется, очень важный момент. Власть регистрирует СРО. Это публичная оферта признания того, что оно, извините меня, добросовестно. Если власть регистрирует недобросовестное СРО, то как человеку, который вступает в члены, определить, оно добросовестно или недобросовестно, если он первый раз в жизни с этим СРО сталкивается вообще-то. То есть, с моей точки зрения, здесь нельзя сказать, что кто-то один виноват. И говорить о том, что профессионалы неправильно выбрали, можно, конечно. Можно вообще, в принципе, выбрать. И многие другие профессионалы в ярлыке повесить. Но вопрос-то в следующем. Если законодательно невозможно определить однозначно ответ, оно добросовестно или недобросовестно, его можно проверить только исходя из практики, профессионал уже задумывается о чем? Ему нужен доступ к бизнесу. Он, не понимая того, что дает ему преимущество или не преимущество дает СРО, он видит, что оно дешевле. Причем, очень правильная была как бы ремарка, что на сегодняшний момент, к сожалению, не владелец бизнеса даже принимает решение о том, в какой СРО вступать. Представляете? Нет, нет. Клерк, которому поручено решить технологический вопрос, доступ на рынок. Клерк проанализировал, самое дешевое выбрал на предмет аутсорсинга, да? Вот если бы принимал это решение владелец бизнеса или хотя бы топ-менеджер, наверное, вопрос был бы гораздо более ответственным. И второе, если топ-менеджер не осознает вот того, что степень выбора зависит, ему же никто это тоже не разъяснил. Если законодатель четко говорит, что вот это СРО, в него можно вступать, то мы только сейчас определились с критериями недобросовестности уже там на шестом-седьмом году существования по закону СРО, да? При этом самое смешное заключается в том, что на сегодняшний момент это никак законодательно не закреплено, да? И второй момент, когда мы говорим о стандартах профессиональных, у нас СРО есть, а стандартов пока нет. Поэтому как бы тут очень много коллизий и говорить о том, что у нас все замечательно, наверное, сложно. И вот вопрос в том, что в том числе и власть не несла никакой ответственности за деятельность недобросовестных СРО по тем же самым причинам. Они не могли нащупать инструментов определения недобросовестности. Вот вспомните, когда власть начинала бороться с финансовыми пирамидами типа МММ. Три-четыре года полное недоумение того, что финансовая пирамида и как с ней бороться, как доказать, что это финансовая пирамида, да? Потом власть потихонечку этому научилась. Вот есть надежда, что вместе с профессиональным сообществом власть этому научится через какое-то время, обретет эти инструменты. Но однозначно, все, что связано с контролем доступа в профессию и добросовестности, это все-таки по большому счету компетенция профессионального объединения. Потому что на каждый любой крючок в законе, ну это как всегда говорили, по классике, да? То есть, там, 500 человек пишут законы, ну пусть 20 тысяч, да? Но миллионы думают, как их обойти. Поэтому, в общем, голь на выдумку хитра. Спасибо. Несколько слов. Не, не, это не по этой теме. Константин Николаевич, вся трагедия даже не в этом. Трагедия в том, что последние два года уже никто никуда не вступает. Есть выражение «покупают ЦРО». Вот за это надо отвечать. Понимаете? А вообще-то вступают в некоммерческую организацию. Некоммерческая организация имеет конкретные границы. Там, где ты чувствуешь своего партнера. Некоммерческая организация это там, где мы вместе работаем. А если с Сахалина, извините, покупают ЦРО, так как называется, покупают ЦРО в Санкт-Петербурге, он даже не знает название, куда он вступил. Он даже не знает, кто там генеральный директор. Какое вступление? Это преступление. За преступление надо отвечать. Разрешите поучаствовать немножко, поскольку все-таки в начале пленарного заседания я начинал эту тематику затрагивать. Строители включились. Это не строители, это строители, проксировщики, изыскатели. Ну просто с опытом работают. Сучу, да, да. Да, и изнутри их национального объединения, и снаружи, и сбоку, и со всех сторон. Значит, давайте объективно оценивать права участников нашего гражданского общества. Мы сами принимаем решение, вот я директор юридического лица, я сам принимаю решение пойти мне в саморегулируемую организацию в эту или в ту. Абсолютно согласен с Константином Николаевичем, что, и тут как бы мы все неправы, что, ну, сказать коммерческое, некоммерческое, нет такого термина. Есть некоммерческое партнерство с саморегулируемой организацией, и действует оно в рамках градостроительного кодекса и тех законов, которых, ну, если мы говорим про строительную, проектную изыскательскую деятельность, в рамках которых, и 315-го в первую очередь, да, естественно, в рамках которых она была создана. Абсолютно правильное утверждение, если государство зарегистрировало, значит, оно не усмотрело признаков незаконности в действиях, подававших на регистрацию. Теперь дальнейшее действие. Мы все прекрасно знаем ситуацию в строительном блоке, энное количество судов, прокурорских проверок, хороших, плохих, неважно. Я не видел ни одного решения суда, пока, которое бы обидало бы СРО за нарушение прекратить свое существование путем исключения из реестра. Значит, не доказали нарушение. А вот дальше надо разбираться, хороший или плохой закон. Он был сырой, это все прекрасно понимают. Он был создан для того, чтобы дать право. Надо было заменить право обладателя права выдачи разрешения государства на субъект. То, что мы это поняли, как получили право давайте там выдавать допуска и при этом ничего не производить взамен, ну, наверное, это какая-то проблема государства, потому что, ну, все-таки оно регулятор, оно должно было указать пути. И в том числе через национальное объединение. С другой стороны, проблема наша, что мы как бы решили, что мы денег заплатили, ну, извините, за грубые слова, и дальше работаем. Что при федеральном лицензийном центре мы не платили деньги, ну, давайте как бы здраво подходить. Ну, как бы я, в принципе, в то время достаточно плотно имел отношение к строительному бизнесу, и далеко не 1300 рублей я платил за стоимость лицензии, все мы это прекрасно знаем. Поэтому нарушения не были, есть и будут. И закон абсолютно с вами согласен, он, конечно, сырой, но он есть. Это факт состоявшийся. И 50, 482-6 не только третий четыре дня прошел, а с боями вчера Совет Федерации. Мы прекрасно понимаем, что вряд ли президент наложит на него вето, поскольку, собственно, это позиция государства. Государство сказало, либо вы разбираетесь внутри своей системы, либо вы не разбираетесь. Значит, я не думаю, что его писали два дня и рассматривали два дня, естественно, над ним работали. Закрыто, открыто, это вопрос, действительно, там, чистоты проработки, но он существует, его надо исполнять, он в чем-то, мы все его почему-то сразу испугались. Ну, вот как бы я председателем партнера, двух партнерских являюсь, в одно вхожу в состав, социализировщики-изыскатели. Я не боюсь этого закона, честно, не могу, не боюсь. Я боюсь механизма, это правда, но механизм дальше будем создавать мы. Закон, он только предусматривает право некому национальному объединению забрать тот продукт, который оно не выдавало, выдавал Ростехнадзор, причем там форма двойная, да, соответственно, может забрать через суд Ростехнадзор, может забрать национальное объединение через Ростехнадзор, при условии, что Ростехнадзор услышит, еще раз, услышит мнение Национального объединения. Здесь опасность кроется как раз в отсутствии корпоративного управления возможного. Тут я абсолютно согласен. Не согласен с тем, что порядок ротации как-то там правильный, неправильный. Вообще, я считаю, что ротация национальных объединениях вопрос достаточно спорный. Примеры, тысячи примеров. Сам сталкивался в бытность руководителя аппарата, но приезжая на Дальний Восток к фактировщикам, но не хотят они избирать членом совета другого человека, нежели такого, которого избирали в течение четырех сроков. Их это устраивает, и устраивает этот человек, он достаточно там квалифицирован для отстаивания интересов. Поэтому закон-то бояться не надо, и абсолютно согласен с Константином Николаевичем, тысячу законов придумают, путей законных его обходить. Вопрос в том, что дисциплинировать каким-то образом он будет. И вопрос в том, что не надо обращать внимание, на мой взгляд, как представителя гражданского общества. Если человек не пойман, он не вор. Не надо ему сразу делать окраску. Вор, все, он пошел куда-то. Вот есть закон, он пришел к этому, к этой точке. Его государство до этого момента в законных рамках не ликвидировало. Значит, в рамках этого закона предоставил документы, если его проверяют, да, его обязаны проверить под подозрением. Может быть, даже жестко проверить. Проверять должна общественность. На четко сформулированных принципах. Они должны быть унифицированы. И для проектировщиков, и для строителей, и для изыскателей. Они должны быть прозрачные и понятные. Они должны быть до буквы описаны. И мало того, орган, который будет принимать решение как о проверке, так и о последующем написании письма, он тоже должен быть максимально квалифицирован. А квалифицируемый его мы сами. Как бы практика и у строителей, и у проектировщиков одна. Ну, я понимаю, что и у проектировщиков, и у изыскателей она тоже будет одна. Квалифицируемый мы путем того, что предоставляем ему некие полномочия своим выбором. Никто никогда в жизни не проголосует за человека в честности и порядочности, которого не уверен. Да, элементы давления возможны, но уж точно не в части формирования коррегиального органа управления Совета. Там абсолютно здравый, абсолютно осознанный выбор, производимый на основании репутации человека и его действий внутри региона, знание, понимание ему лично каждым руководителям. Практика это показала. Эти люди не боятся протестовать каким-то решением исполнительного органа. Поэтому мне кажется, что этот закон мы переживем. Возможно, он действительно будет жесток, возможно, к нему придется привыкать. Если правильно подойти к позиции, а здесь нужно участие государства, описать полностью процедуру вот этих взаимоотношений внутри уже контрольного органа, саморегулируемой организации, национального объединения, вот тогда, наверное, как бы и злоупотреблений будет меньше. И мы перейдем действительно к вопросу уже непосредственно то, чем мы должны заниматься. Правильно сказали, профстандартами. Мы должны заниматься нормативной документацией для себя же. Это же наша цена строительства. Антон Михайлович, спасибо. Нет, тема понятна. Я бы хотел, чтобы мы все-таки ближе говорили к аудитории, потому что строительный комплекс имеет конкретные совершенно осязаемые проблемы. Эмоциональный взрыв вчерашнего дня, он по-прежнему еще царит в умах присутствующих здесь. Поэтому давайте все-таки ближе к тематике то, что шире нам преподносит ситуацию. Потому что 4,5 аудитории здесь не строители, поэтому им секция должна быть интересна. Поэтому давайте на общие темы поговорим, исходя из тех докладов, которые были здесь озвучены. Я вот, чтобы вернуть нас немножко к, скажем так, взгляду на ситуацию с такой дистанцией, хотела бы обратить внимание на слайд. Вот изначально законодатель, формируя модель национальных объединений, предполагал ровно вот этих три задачи, которые, собственно говоря, должно решать национальное объединение. И, собственно говоря, суть саморегулирования, изначальная его исконная суть была совершенно понятна и очень четко сформулирована. Нигде на Западе профессиональное сообщество для своей стандартизации, стандартизации своей профессиональной деятельности не привлекает государство. Они сами разрабатывают свои профессиональные стандарты. Эти стандарты общедоступны, они доступны потребителю услуг той или иной отрасли, которая сформировала стандарт. И в рамках вот этих понятных правил и осуществляется коммуникация, профессиональное сообщество и потребитель. И когда нам это объявили, мы все с воодушевлением восприняли идею саморегулирования. И ведь стандарты, разработка стандартов, это ключевая задача национального объединения. Саморегулируемые организации должны были на этапе своего создания и формирования, объединившись в национальное объединение, первое, что ждал от нас законодатель и ждала от нас исполнительная власть, сформулировать требования ко входу в профессию, ограничить вход в профессию недобросовестным участникам, желающим вводить в заблуждение потребителей государства. А второе, создать профессиональные стандарты, как своей профессиональной деятельности, так и своей профессии. И вот мы должны сегодня, наверное, говорить о том, что вот эта самая главная задача, наверное, ни одним из национальных объединений в силу субъективных и объективных причин сегодня не выполняется. Ни одной отрасли право самостоятельно разрабатывать свои профессиональные стандарты не дано. Мы посмотрели с вами вот табличку с анализом. Казалось бы, есть декларативная функция у оценщиков, но все федеральные стандарты, которые, проекты, которые мы разрабатываем, мы обязаны согласовываться с Минэкономразвития, нам возвращаются документы с очень существенным искажением логики изначального документа. Мы не можем сказать, что сегодня мы работаем по стандартам, которые одобрила отрасль. Мы знаем, что национальные объединения строителей разрабатывают стандарты, но они являются необязательными для реализации в той или иной области. И получается, что у нас ключевой функционал национального объединения сегодня не введен в действие. Но при этом мы с поспешностью начинаем наделять национальные объединения какими-то дополнительными функциями, непродуманными ни с точки зрения механизма реализации, ни с точки зрения механизма ответственности. И вот наше обращение к органам исполнительной и законодательной власти вот остановить вот эту какую-то нездоровую генерацию новых дополнительных формаций в национальной объединении. Давайте сначала все-таки определимся, что же такое национальное объединение. Это объединение, которое будет давать право разрешения в профессию и наказывать за неправильно реализованное право. Тогда да, карательные функции здесь уместны. Если это иная какая-то форма, тогда давайте как бы ее более или менее грамотно закреплять в законе. И, наверное, самое главное коллизия. Вот мне очень понравилось, как Олег Николаевич выступал. Очень интересная, и это, собственно говоря, на кончиках пальцев ситуация. Как только объединение добровольное, то есть осознанное, и результаты-то позитивные, но у нас-то с вами, к сожалению, нет добровольной, у нас союз не по любви. И нас законодатель, мы об этом говорили на пленарном заседании, так поставил в такие условия, что мы не могли, например, по доброй воле ограничивать вход в профессию, потому что мы зависим от членской базы, мы вынуждены ее наращивать. И у нас нет мотивации бороться с недобросовестным участником рынка, потому что соседи по цеху, другие саморегулируемые организации, просто своим количественным преимуществом задавят нас как регулятор. Мы не будем иметь своего достойного представительства ни в национальном объединении, ни в профильном министерстве. И вот, наверное, здесь нужно разобраться с изначальными вот этими кривыми такими алгоритмами, которые противоречат друг другу и ставят саморегулируемые организации, соответственно, национальные объединения, которые они пытаются организовать, в какую-то квазикоммуникацию. Вот давайте, может быть, об этом поговорим, больше как бы о модели, не углубляясь сейчас в то, что происходит в каждой конкретной образе, а именно как модель, как задумка. И я думаю, что Валерий Павлович, наш добрый партнер и генеральный директор некоммерческого партнерства «Сахалинстрой» нам попробует сейчас донести свое видение базовых принципов функционирования нацобъединения, затронет темы необходимости прозрачности, публичности, информационной открытности и наверняка запреты на коммерческую деятельность, которая должна быть в нацобъединениях. Открою второй файл, да, слайд. Я скажу немножко о национальных объединениях, то, что мы сейчас говорили. Я думаю, что беда пяти лет, которые мы прожили, что мы все дружно нарушаем любые действующие законы и думаем, что мы работаем правильно. Ну, такая наша специфика. В части национальных объединений, допустим, у строителей городкодекса написаны функции национальных объединений. Вот пять лет отработал, нигде в основных направлениях, ни на советах, ни на одном совете национального объединения, ни на съезде не рассматривались функции национального объединения. А все, что пришли люди, вот люди пришли, они работали в акционерных компаниях, они работали там в других. И вот то знание, та инерция, понимание, она вошла вместе с ними в национальное объединение. Кто начал готовить мини-гострой, кто начал, ну, он был, допустим, руководителем гостроя, кто-то работал в техническом регулировании, начали техническое регулирование развивать. Но абсолютно забываем, мы даже сейчас говорили о техническом регулировании, нет. А где же стандарты и правила саморегулируемых организаций? Ведь вы посмотрите, мы же говорим стандарты и правила. Статья 1, это 115 ФССР говорит, что настоящий закон регулирует отношения. Ну и где мы за 5 лет регулировали отношения? А у нас отношения, вы знаете, в строительном комплексе это инвестор, заказчик, подрядчик, проектировщик, изыскатель. Кто-то вообще слово сказал? Мы что-то сказали с министерством строительства, что нам нужен заказчик грамотный и нормальный, чтобы с ним работать? Нет. Никого не интересует. Техническое регулирование надо. Надо создать вначале условия для наших членов. Условия работы, правила их работы. Не стандарты те, выполнять работы. Они сейчас не до этого. Они просто сейчас задушены непонятно чем на территории большой нашей страны. А проектировщиков я вообще не говорю. Такого института в регионах вообще практически нету. Как раз Гартизиане 18-го сказал. 10% можно назвать проектными организациями. 90% непонятно кто. То же самое в строительстве. То, что он назвал количество строительных организаций, то у нас он назвал, что сегодня порядка 280 тысяч строительных организаций. У нас в СРО в настрое 113. А где еще все остальное? Никто не понимает. То есть, что делается сегодня на рынке? Никакого регулирования, вот за 5 лет, имея национальное объединение, вот заняться вот этим регулированием надо. И то, что написано в Градкодексе. Вот скажите мне, пожалуйста, допустим, в хлебобулочных, вот если в пекарне объединились, да, в саморегулированию организации, так что они разрабатывали бы, как стандарт, как выпекать хлеб арнаутский? Нет. Они бы разработали стандарт, как вообще приступать к выпечке хлеба. То есть, как сделать? Но не конкретный сорт. Потому что конкретный сорт, это конкретно пекарня будет развивать стандарт. Понимаете? Но не национальный объединение. То есть, вот эти вот понимания ситуации, и, конечно же, самое главное, мы сегодня на пленарке говорили, термины определения. Куда ни кинься, говорит кто-то об одном, а все остальные думают о другом. То есть, вот эту понятийную базу, вот тоже самое стандарты и правила, написано в 315, стандарты и правила саморегулирования. В строительстве написали стандарты выполнения работы. Те в 315 написано. Оказывается, уже в Градкодексе нет стандартов саморегулирования, но есть стандарты выполнения работы. Но это другое. То же самое, вот саморегулирование. Даже министр строительства говорит, вот вместо саморегулирования будет лицензирование. Подождите, ну это вообще из разных песен, слова. Саморегулирование и государственное регулирование, лицензирование, выдача лицензий и выдача свидетельств о допуске саморегулирования. Ну хотя бы как-то давайте выучить и учить всех этому понятийному аппарату. Пока этого не будет, у нас, к сожалению, будет тяжело. Саморегулирование это процесс. Поэтому нельзя. Нас стращали, что отменим саморегулирование. А кто оно такое? Саморегулирование это общественный процесс. Его нельзя отменить. Это становление гражданского общества. Кто может его отменить? Могут отменить, забрать ту функцию, которую государство передало. Допустим, в Японии саморегулирование в строительстве, но лицензировать государство. Ну и что? Ну вот если бы у нас лицензии выдавало на строительство государство, но при строительстве нельзя получить лицензию, если ты не вступил в саморегулирование. Ну да пусть выдает лицензию, нет проблем. И пусть контролирует. Но мы же будем контролировать тогда выполнение этой лицензии. Никто. То есть здесь не очень такой простой вопрос. Вот эти пугалки. И самое главное, я сейчас продолжу. Самое главное. Давайте мы говорим, говорить о том, вообще-то о корне. Любая саморегулирование начинается по закону с некоммерческой организации. В некоммерческой организации написано задачи и цели. Задачи и цели – защита законных интересов и прав членов некоммерческой организации. И когда мы говорим национальное объединение, мы же тоже делаем некоммерческую организацию. И мы надеемся, ну только что сказали, мы же все добросовестные и закон нас защищает. Мы все ожидаем, что национальное объединение будет защищать на государственном уровне наши законные интересы и права. Это первое. А вот то, что наказание и исключение, это как раз из этой же песни. Защищать добросовестных членов вот через такие, ну, из ряда вон выходящие моменты. Но самое главное – защита. Вот если мы будем говорить о защите добросовестных и выполняющих функцию наших агентов, наших членов, это будет, ну, хотя бы другое отношение к саморегулированию будет в государстве. А то там говорят, что надо контролировать и бить. И мы здесь говорим об этом. Ну, тогда что государству надо делать? Все говорят – плохо. Но мы, я думаю, что надо вот с этой позиции, с позиции защиты наших членов. И СРО, конечно, это… Кстати, здесь говорили, что публичное право национального объединения. СРО – это тоже организация, которая должна руководствовать публичным… То есть, что… Да, да, публичное право. Да, вот это вы правы. Мы считаем… Я не буду предыдущего, что на Совете я выступал с презентацией по информационной открытости. Мы должны считать национальное объединение частью саморегулирования в данном направлении. И все правила, которые вот члену – вот информационная открытость, там честность, благородство, конфликт интересов – вот то должно быть в национальном объединении еще в лучшем виде, еще показательно для своих членов. У нас все наоборот. У нас и национальное объединение требует, чтобы была информационная открытость, чтобы была там честность и все прочее. Так а почему у вас все закрыто? Почему нет у вас вот интегральных реестров нашей деятельности? Информационная открытость, саморегулирование в целом, потому что мы создали национальное объединение для интеграции всех вопросов. Вот с этого я хотел бы начать. Теперь вот сама презентация. Я хотел вообще выступить с другой презентацией, но вот я очень быстро сделал вот эту. Ну, да сейчас, сейчас, потому что вы поняли, я понял, что мы вообще-то не туда зашли. Вот смотрите, указ президента 824 2003 года о мерах по проведению административной реформы 2003-2004. Написано, определить следующее приоритетное направление административной реформы 2003-2004 года. Там есть 5 пунктов. И вот третьим написано, развитие системы саморегулированной организации в области экономики. Это в указе президента было в части проведения административной реформы. То есть мы, саморегулирование, встроено и выходит из реформирования административной системы России. Следующий пункт. После этого появилось постановление правительства Российской Федерации о правительственной комиссии по проведению административной реформы. И в указе президента написано, что образовать комиссию и утвердить положение. Вот основной задачей является обеспечение согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, взаимодействия с ссорами исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, а также заинтересованные организациями и общественными объединениями при проведении административной реформы. Дальше. Сейчас я вам покажу. И в этом же написано выработка решений по вопросам ограничения вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства и прекращения избыточного государства, в том числе и остывающих. Исключение избыточной дублирующей функции, касающейся регулирования экономической деятельности, надзора и контроля, управления государственными имуществами, предоставления государственным организациям, услуг гражданам и юридическим лицам. Следующий. И вот на базе вот этого первого поставления указа разрабатывались концепции административной реформы в Российской Федерации вот в начале 2610-й, дальше 11-й, 13-й годы. Следующий. И вот здесь, видите, концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных муниципалитетов. Это следующая концепция. И что интересно, вот в 2009 году правительство, которому поручена комиссия, что написали в правительственной комиссии по проведению административной реформы? В состав рабочих групп включаются представители соответствующих федеральных органов исполнительной власти, работники аппарата правительства, представители предпринимательских услуг, общественных и научных организаций, саморегулируемых организаций и профсоюзов. То есть государство, проводя административную реформу, оно приглашало вот нас, чтобы мы вместе с государством вообще работали по этому... Это 2009 год. Вы знаете, 2009 появились национальные объединения. И скажите, вот сегодня, кто из национальных объединений в эту, в эти рабочие группы правительственной комиссии по проведению административной реформы вше входит? А никто? А никто даже не знает, что эта комиссия есть. Вот это поле деятельности, где мы должны были работать вместе с правительством над реформированием административной системы и выработке всех моментов развития саморегулирования. В соответствии с указом президента. Но мы заняты были немножко другим. Мы не собирались саморегулирование развивать. Так, каждый сел на свою, так сказать, на своего коня и погонял. Следующий. Реплику можно? Вы за всех-то не говорите. Ну, дадим слово. Аналогично, я к чему дальше веду. В постановлении правительства написано, что аналогичные комиссии по проведению административной реформы должны быть созданы в субъектах федерации. И в субъектах федерации также приняты собственные концепции по проведению административной реформы. Я на прошлой неделе встречался с заместителем председателя правительства Сахалинской области. И когда я ему показал указ президента и такую концепцию развития реформирования административной системы Сахалинской области, я ему говорю, а где же вот то, что написано в указе развития саморегулирования. Это же составная часть административной реформы. Говорит, Валерий Павлович, действительно, а где? Говорит, подождите, но он говорит, ну это вообще не об этом. Давайте мы встретимся, надо, конечно, этим заняться. То есть, на уровне субъектов федерации тоже надо заниматься этим. Почему вся страна Великая Россия не понимает, что такое саморегулирование? А субъекты федерации вообще на местах, во многих областях никто не хочет разговаривать с СРО, а у муниципалитетов вообще даже не представляет, что такое. Хотя, по словам правительства и в указе об этом четко сказано. Наша активность в этом направлении абсолютно нулевая. А почему? А потому что у нас, ну, 80% межрегиональной СРО. Им, извините, субъекты федерации даже вообще не интересуют. Вот все надеются на то, что будет в Москве, ну, в лучшем случае в Петербурге. А что будет там, извините, в Пскове, Липецке, где-то в другом месте, абсолютно никого не интересует. Там нет той регионального СРО, нет того субъекта, который будет представлять в этой комиссии вот саморегулированное сообщество и рассуждать, как на территории данного субъекта федерации развивать саморегулирование. Следующее. Вот мы провели, прошли по сайтам многих субъектов федерации и по их программам реформирования. Мы где-то порядка 18 субъектов прошли. Мы нигде не нашли упоминания в концепциях реформирования административной реформы в субъектах федерации слово саморегулирование. То есть этим вопросом они не занимаются, хотя указом президента и посланного правительства это сказано. А мы там не присутствовали и не подсказывали и не работали. Следующее. Вот реформа не дала понимания о том, что саморегулирование становится частью элементов общего управления в государстве, как симбиоз административного и общественного в отраслях экономической деятельности, особенно на уровне субъектов федерации и муниципалитетов. Мы говорим сегодня о правительстве, мы говорим, а где сегодня у нас что, есть площадка в Минстрое? Ну пригласят, придут. А вообще-то вот мы по 44 ФЗ просим создать площадку, да никому это не надо. Какое саморегулирование? А где с Минэкономом взаимодействия? Я больше скажу, а где? Возьмите положение о Минстрое. Возьмите регламенты Минстрое. Вы знаете, что сегодня вся исполнительная власть работает по регламентам. Есть специальное постановление правительства, на всякий чик должен быть регламент. Где, в каких регламентах упоминается слово саморегулируемая организация? Нет нигде. В положении у Минстрое нет взаимодействия с саморегулируемой организацией. В Минэкономном развитии положение нет взаимодействия с саморегулируемой организацией. В Думе нет. Но раз это у нас часть реформирования административной вот этой реформы, то мы должны везде присутствовать. Мы должны везде работать и взаимодействовать. В этом и есть наша доля, как бы, мы защищаем саморегулирование внутри, но выходя на отношения со всеми. Если у нас нет устоявшихся связей, устоявшихся отношений, а сегодня прописанных в регламенте, мы не можем защитить саморегулирование внутри. Оно, ну, как оторвано от всего пространства. Следующий. Поэтому на зареала необходимость незамедлительно исправлять сложившиеся положения. И следующий файл. Необходимо включиться в реальные реформированные административные системы на уровне субъектов и муниципалитетов. И мы должны, мы часть, мы должны проявлять инициативу. Дальше. Необходимо переформатировать саморегулирование, где основными ячейками должны стать субъектные СРО, как построено все общественные и государственные отношения. В России все построено субъектно и централизовано. Партийные, общественные, государственные, профсоюзные, любые. ТПП. Пожалуйста, ТПП Российской Федерации, в каждом субъекте есть ТПП. РСПП, то же самое. Деловая Россия, то же самое. Профсоюзы, то же самое. Единая Россия. Государственные думают. Все сделано централизованно. Саморегулирование. Знаете, как бросили, я у себя там на секрине сказал, как, извините, по-моему, выплеснули на эту стройную систему регулирования отношений в России. Вот бросили туда саморегулирование. И оно болтается между всеми. А никто не хочет заниматься. Потому что нет субъекта, в субъекте Федерации нет субъекта с кем работать. Нет субъектного саморегулирования. То есть вот этот вопрос, конечно, я вбрасываю, так сказать, может быть, новую тему. Но я думаю, что мы никуда не уйдем. Потому что без четкого построения. Вот национальные объединения, мы начали с национальной объединения. А кого они объединяют? Национальные объединения должны объединять так же само, как профсоюзы Единая Россия, РСПП и ТПП, субъектные ячейки. Если они объединяют какие-то межрегиональные аморфные образования, которые непонятно за что отвечают. То, допустим, 62 субъекта Федерации члены. Извините, что это за организация? А кого он представляет вообще? Он не представляет ни строительной организации, ни территорию. И что он делает в настрое? Он сам настрой. У него 60 субъектов Федерации члены. Он национальное объединение. Понимаете? У нас нет четкой структуры. И мы здесь заблудились. И пока мы на ней начнем. Я понимаю, что сегодня я наступил на такую больную мозоль коммерческим СРО межрегиональным, где, извините, в месяц собирают от 20 до 50 миллионов рублей членских взносов. Конечно, они, дай бог, чтобы успевали эти членские взносы собирать. Зачем им какая-то еще работа? И сегодня, конечно, это будет сопротивление. Но я вас уверяю, вот общее собрание НПСРО Сахлин-Строй, которое прошло в апреле месяце, поручило правлению заняться проблемой субъективизации, субъектной организации СРО. Правление тоже поручило. И мы сейчас готовим, я уже говорил, наверное, читали вы, мы готовим сейчас обращение в правительство Российской Федерации сделать пилотную площадку на Сахалине, как анклаве, везде вода, никто, ничего, никому мы не мешаем. На Сахалине сделать субъектное саморегулирование для того, чтобы мы разработали стандарты саморегулирования, разработали отношения с органами власти, у нас нормальные отношения с органами власти, с органами надзора, контроля, со всеми общественными организациями и начали развивать именно реальное саморегулирование. Спасибо. Валерий Павлович, комментарии есть, да? Спасибо большое. Вы знаете, настолько интересно вы, что называется, копнули вот самую суть, наверное, всех тех ситуационных неурядиц, которые мы сейчас переживаем. И на самом деле, когда вот слушаешь правильную аналитику и правильное понимание вот проблемы, над которыми мы стоим, вот как-то даже тяжело что-то с оптимизмом говорить, я вот оптимист по натуре. Наоборот, это оптимизма дает. Да, потому что на самом деле это приводит нас к пониманию, как еще долго нам идти на пути действительно к рыночной экономике и к формированию рыночной демократии, к ментальному восприятию, пониманию, самое главное, приятию вот именно этих вот основ. И вы очень интересно в своем докладе затронули опыт Японии, а у нас, благодаря нашим коллегам, сегодня есть очень интересный гость, это профессор Михаэль Йоханнес Айтнер, член Палаты архитекторов Баварии. Я думаю, что вам будет небезынтересно послушать о том, какая практика сложилась в объединении профессионалов в области строительства в Германии. Михаэль любезно согласился рассказать нам о том, как это реализовано, во всяком случае, на баварской земле. Уважаемые коллеги, сразу извиняюсь, что я с ошибками на русском говорю, но я из Германии. Хотя я уже достаточно давно в России, сначала несколько слайдов о том, чем я занимаюсь здесь. Но я из Мюнчена, практикующий архитектор из Мюнчена и практикую в Москве, в России. Преподавал в техническом университете в Мюнчен, в архитектурной факультете и уже несколько лет, почти 10 лет в МАРХИ и в МГСУ преподаю. Я сейчас сразу прыгну к основной теме, это на самом деле требования и квалификации для поступления в Союз архитекторов в Германии. У нас, естественно, достаточно четко это организовано, потому что Союз архитекторов уже существует больше, чем 40 лет. И каждая земля в Германии имеет свой Союз архитекторов. Значит, это не централизовано, но земля это территория. Бавары, Райн-Лампфальц, Берлин, Саксон, везде есть вот это объединение. Не только вот Союз архитекторов, но тоже Союз врачей, Союз инженеров. И есть еще Национальный Союз архитекторов, да? Бундесархитектор, как это у нас называется, но она, наверное, просто дополнительно курирует какие-то вопросы. Вот эти индивидуальные союзы, они достаточно индивидуально действуют. И, естественно, есть закон для создания и функционирования этих союзов. Значит, это не совсем самостоятельные структуры, но большинство, или основное задание Союз архитекторов, именно защищать все интересы, проблемы, вопросы, которые возникают для профессионалов в нашем секторе, именно архитекторов. Начиная от дополнительного образования, от оценки, конорара архитекторов, от вопросов, связанных с пенсией, с пенсионным фондом. Вот, например, при Союз архитекторов в Баварии есть тоже пенсионный фонд именно для архитекторов и инженеров. Значит, это не только вопросы профессиональные, вопросы, это тоже вопросы именно личные, которые касаются каждого архитектора. Но здесь несколько слайдов от хорошего сайта Баварского союза и вопрос требований для поступления в Баварский союз архитекторов. Вот, Россия, как Германия, как другие страны, перешел вот на систему бакалавриата, магистратуры. Вот, для поступления в Союз архитекторов достаточно диплом бакалавриата. Значит, вот, молодой специалист должен 4 года обучаться вот в университетах и потом 2 года работать, получить стабильный практический опыт и иметь место шительства в Баварии. Вот эти три требования есть именно для вступления в Баварский союз архитекторов и получения лицензии на проектирование. Ну, значит, вот, в моей ситуации, вот это так, я член Союза, у меня есть вот эта лицензия, и лицензия, на самом деле, она не выдаётся на какое-то время, она навсегда так, может, это называется. И она не ограничивается на каких-то типологии, стани или объём конурара, вот это только одна лицензия на проектирование. При поступлении желающий молодой специалист, он вот достаточно неформально доказывает опыт этого двухлетнему практики, на каких этапах он получил опыт. Вот, если у него не удастся, достаточно опыт получить, например, многие молодые архитекторы только проектируют и экономические знания не получают в двухгодичном работе, то они могут какие-то дополнительные курсы просто посещать. И это, на самом деле, второй аспект Союза Архитектора, они тоже предлагают достаточно большой спектр дополнительных курсов, повышения квалификации. Это достаточно актуальные программы, академии, которые существуют при этих союзах, они достаточно гибко могут реагировать на какие-то новые тенденции, программы, новые вопросы. Они более гибко реагируют, например, на чем университеты. Мы уже знаем образовательные программы и программы курсов в университетах. Актуализироваться это иногда достаточно отличный процесс. Вот эта академия при Союзах Архитекторов, она вот каждый год обновляется, и там действительно очень интересные, инновативные и нужные курсы для практикующих специалистов. В связи с устойчивостью, с деньгами, с решением, все, что заново появляется, вот там сразу можно найти какой-то курс. Но это примеры этих курсов, это начинается от общекультурных вопросов проектирования и архитектуры, конструкции, энергоэффективности, актуальные вопросы, вопросы права и заключения договоров. Это же тоже на самом деле достаточно важно для инженеров, архитекторов. Менеджмент, маркетинг – достаточно большой спектр и очень большой спектр курсов. Цель и основные задания Союза Архитекторов – это не только защищать интересы людей, которые вступили, но тоже есть общие общественные цели, типа как продвигать строительную и архитектурную культуру в общем. Значит, естественно, лоббирование интересов архитекторов между политикой и строительными организациями. Профессиональный союз архитекторов организует профессиональное образование, дополнительное образование, это профильное направление на самом деле для правительства в Германии. Вот тут был тоже принят закон, чтобы мы все должны дальше учиться после университета. Я тоже не хочу сказать, что при Союзе разрабатываются очень жесткие или подробные стандарты для выполнения проектной работы. Вот это уже, это не задание этого объединения, это больше защита интересов и, ну да, защита интересов. А можно тогда уточнить, а кто разрабатывает стандарты деятельности? Я и тебе, если вы имеете в виду проектных работ. Проектных работ, тогда кто? Если это не задача Союза, то кто тогда разрабатывает? Для этого есть норма организации для ДИН. Да, ДИН будет. Или есть новые стандарты, например, экологическое строительство, есть зеленое строительство. Тут есть другая организация, она тоже независимая немецкое общество устойчивого строительства. Да, да. Они выполнены. Это разные вещи. Да. Каждый на своем участии делали. Ну, я думаю, что было очень интересно послушать. Спасибо, профессор Айнер, за то, что вы нам так подробно рассказали о практике работы коллег в Германии. И я бы хотела сейчас перейти к еще одной очень важной, наверное, теме в контексте логики нашей сегодняшней секции и поговорить об индикаторах эффективности национального объединения. Я бы хотела предоставить слово Константину Николаевичу Апрельеву, главному идеологу вообще Совета по саморегулированию. Я считаю, что это человек, который на себя взвалил огромную задачу, непосильную, наверное, для реализации даже в рамках одной человеческой жизни, но тем не менее, который везет этот ВОЗ и получает очень много, как и, скажем так, положительных отзывов и поддержки. Вот мы любим и дорожим Константин Николаевич, но, к сожалению, получает очень много негатива в свой адрес, очень много какой-то деструктивной критики. И все-таки, несмотря на все эти дуновения ветра в лицо, продолжает верить в то, что саморегулирование в Российской Федерации все-таки возможно. Однако надо задумываться о тех формах и о тех институциональных основах, которые мы заложили изначально, и, может быть, имеет смысл что-то пересмотреть, переформатировать. Итак, доклад Константина Николаевича. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Ирина Анатольевна. Мне очень приятно, на самом деле, что сегодня такой большой круг людей, кто по-прежнему еще интересуется проблемой национальных объединений, и ни у кого это еще не вызвало оскорину. Я думаю, что это связано все-таки с тем, что мы все, на самом деле, верим в то, что у национальных объединений есть место в сфере саморегулирования. Просто мы не совсем правильно воспринимаем то место, которое есть. Многие из нас воспринимают это как какой-то карающий меч, карающий орган, особенно после вчерашних решений. И угроз, в том числе, к возврату лицензирования, еще о чем-то. То есть, к сожалению, надо понимать ровно одно, что национальное объединение – это тот уровень, который саморегулируемые организации и, главное, члены этих саморегулируемых организаций создают в интересах отрасли. И без вот такого голоса отрасли, а национальное объединение – это голос отрасли, вот я не знаю, заметили вы или нет, очень интересно так получилось, что журнал, который сегодня всем раздавали, «Саморегулирование и бизнес ТПП» и «Совет по саморегулированию» назвали «Голосом саморегулирования». Это, наверное, немножко предвосхищает ситуацию, но в целом, на самом деле, это приятно. Вот то же самое должно быть в отношении каждой отрасли. А вот «Голос оценки» – это национальное объединение в сфере оценки, которое консолидирует весь интеллектуальный ресурс по созданию технологий поддержки отрасли. А мою презентацию можно найти там, будьте любезны? Я специально говорил подольше, чтобы ее успели найти. Ладно, понял, что нужно было. Значит, что хотелось бы сказать? Вот посмотрите. Если нет, я могу сейчас ее... Да? Нету? Спасибо. Ну, я надеюсь, сейчас откроем. Значит, смотрите. Идея, на самом деле, она очень простая. Как построить индикаторы, которые могут показать обществу гражданскому и профессионалам возможность оценить эффективность национального объединения. Скажу два слова. В принципе, у нас так получилось в сфере риэлторской деятельности. Ну и, кстати, в сфере управления недвижимостью и девелопмента. Есть две организации на рынке недвижимости. Это гильдия, российская гильдия риэлторов, президентом которой я был четыре года с 1994 по 1998. И гильдия управляющих и девелоперов, которая появилась чуть позже, в которой я сегодня тоже вице-президент, так же, как в российской гильдии риэлторов, являюсь членом правления и там, и там. Хочу сказать, что у нас был очень интересный опыт вот именно вопросов, связанных с созданием, прежде всего, национального объединения. То есть у нас в России получилось так, что мы сначала создали национальное объединение, российскую гильдию риэлторов. Еще не было ни одного профессионального объединения, но сразу же поставили себе задачу создать именно отраслевое объединение, которое бы вот закрывало, независимо от региона, всю профессиональную деятельность в сфере риэлторской деятельности. Файл, нужно папочку открыть, конференция с РО, да. Ну, вот национальное объединение все, вот этот файл, да. Ну, они просто в разных форматах, потому что не всегда компьютер, вот, да, спасибо большое. Значит, смотрите, мы создав вот национальное объединение, потом начали создавать региональные объединения, и мы сразу же руководствовались жестким принципом территориального, территориальной организации. Не, я понимаю, почему строительные отрасли постарались проигнорировать этот принцип, потому что боялись, что СРО будут зависеть от местной власти, да, вот это один из, ну, если вы помните, что формировалось, да. Значит, в риэлторской деятельности все наоборот, 99% совместных сделок на этом рынке, да, они совершаются на локальном рынке, ну, там, может, 95%. Поэтому для нас очень важно контролировать каждого человека на этой территории, взаимный такой профессиональный контроль реализовывать. Поэтому у нас профессиональные объединения имеют четкий региональный принцип построения, опираются на регион, и более того, мы пошли глубже. Сейчас у нас есть профессиональные объединения в каждом муниципальном, ну, не в каждом, естественно, да, но во многих муниципальных объединениях. То есть у нас трехуровневая система. При этом у нас члены муниципального объединения автоматически являются членами регионального объединения, и потом члены регионального объединения, являющиеся членами муниципального, являются членами национального. То есть у нас сквозное членство. Это та причина, по которой мы для себя приняли решение, что мы в саморегулирование по закону 315 пойти не можем, потому что подразумевается совершенно другой формат. Мы реализуем ту модель, которая реализована во всех европейских странах и которая реализована в том числе и в Северной Америке. Но с единственным отличием, везде строится технология контроля на основе членства физических лиц. Физических лиц сначала помощников архитекторов, потом архитекторов. Я не знаю, у вас и помощники архитекторы являются членами или помощники могут быть только кандидатами в ваше профессиональное объединение в Германии. Но я хочу сказать, что мы безусловно изучали мировой опыт и вот вобрали то... Важно бы отметили, что лицензия на проектирование это только физическое лицо, не юридическое лицо. Ну, обладающий правом предпринимательской деятельности, да, не просто физическое лицо, а тот, кто может быть, он еще и предприниматель, правильно я понимаю, да? Вы предприниматель или вы в проектной организации работаете? Я в проектной организации, да? Но я как-то вступаю в членство только как... Ну да, да. Не как организация, организация, не как специалист. Да, да. Ну, неважно. Значит, естественно, мы пошли вот по этому пути и с нашей точки зрения вот национальное объединение, оно начало формироваться уже сразу на весь рынок, пытаясь создавать плацдармы в регионах для профессиональных сообществ. В 2002 году нужно тоже понять непростую ситуацию, когда стало понятно еще в августе о том, что будет отменено лицензирование, и прекратится действие лицензий в феврале 2002 года. Мы поняли, что нам нужно создать какой-то альтернативный инструмент еще до создания закона ОСРО много времени, и нам нужно было что-то предпринимать. Мы, естественно, в этой ситуации создали добровольную систему сертификации для всех наших членов. И вот эта система сертификации, она как раз подразумевает контроль, хотя мы все члены юридические лица, да, российской гильдии риэлторов, мы создали систему в том числе контроля за доступом в профессию физических лиц через систему сертификации. Ну, я сейчас не буду рассказывать об этом, моя просто цель донести до вас, что вот мое глубокое убеждение, что без контроля каждого специалиста в отрасли с точки зрения доступа его в профессию, невозможно построить эффективную вот стену бизнеса, да. То есть мы все время будем натыкаться на то, что что-то в этом не так. И это касается абсолютно всех отраслей. Если нету профессионального объединения, то невозможно построить и объединение, базирующееся на бизнес требованиях. Следующий слайд, если можно. Ну, собственно говоря, президент страны, он совершенно четко сказал, что мы хотим, чтобы профессионалы пошли в саморегулирование, но что-то как-то у нас не получается с этим, да, и вот попробуем давайте разобраться, но при этом сделаем выводы, что не так и что нужно оценивать для того, чтобы понять, что есть эффективность. Следующий слайд. Ну вот вызовы, на самом деле, кто был у нас на стратегии саморегулирования, они на самом деле те же самые, да, сегодня, несмотря на появление саморегулированных организаций, которые должны были устранить недобросовестную конкуренцию, все это осталось. Остались некачественные работы и услуги, к этому добавились недобросовестные СРО, к этому добавились риски возникновения недобросовестных нацобеднений, которые практически заблокировали, например, деятельности в сфере оценочной деятельности в стране, да, и такая ситуация возможна и в любой другой отрасли. Ну и к чему, почему это так плохо? Казалось бы, ну почему, ну пусть оно все себе потихонечку течет, развивается, а плохо это потому, что на самом деле, заявив о том, что саморегулирование это замечательно, власть по сути дала оферту доверия саморегулируемому сообществу, при этом не дав ему необходимых инструментов и не дав необходимой поддержки с точки зрения наполнения этого контроля, а в том числе надзора за организациями, которые в это время не очень-то добросовестно исполняли свои функции. А это чревато тем, что у гражданского общества и у бизнеса уже сформировался вектор недоверия к СРО как к институту. Достаточно почитать те блоги, которые существуют у нас в Фейсбуке, да, и заканчивая вот негодованием очень многих профессионалов, у которых из реального оборота вывели огромные деньги в компенсационные фонды, ну и, собственно говоря, устроили практически такую же систему тотального контроля, которая на самом деле не обеспечивает тех конкурентных преимуществ, ради которых создавалось все это. Следующий слайд. Ну, почему у СРО и нас объединение и власть не борются с недобросовестностью участников рынка? Следующий слайд. Ну, потому что на самом деле закон, о чем мы говорим, пытаясь идентифицировать и пытаясь изложить требования, на основе которых наделяет организации, скажем, титулом саморегулируемой, не обеспечил реального контроля за тем, чтобы эта саморегулируемая организация стала саморегулируемой организацией по сути. И вот получилось ровно так, что профессиональные участники на рынке, они, не видя вот реального саморегулирования по сути, если его нет, то зачем платить больше? Естественно, если можно сэкономить, начали поступать ровно по такому принципу. Начали экономить на вступительных взносах и на всех остальных опциях, которые существуют, потому что реально никакого значения для их профессиональной деятельности с точки зрения обретения конкурентных преимуществ на рынке, это ничего не дает сегодня. Это просто доступ на рынок. Вместо того, чтобы давать конкурентные преимущества, СРО сегодня мало что дали и просто продолжали продавать билетики. Еще хуже, значительное количество СРО превратилось в бизнес людей, которые их создали. Это иногда руководители, иногда, скажем, специалисты, возглавляющие исполнительную дирекцию. Безусловно, в этой ситуации, не создавая конкурентных преимуществ для бизнеса, СРО не востребовано в полной мере в том объеме, в котором это необходимо получить. Ну и в том числе СРО и НАЦО объединения, прежде всего, не смогли начать процедуру формирования инструментов репутации и превращения инструментов поддержки репутации членов и накопления их деловой репутации в ключевые рыночные преимущества. Вот то, что репутация добросовестного участника так и не стала ключевым рыночным преимуществом, мы просто на это потеряли кучу лет, и вот это ключевая проблема сегодняшнего вообще саморегулирования, с моей точки зрения. Отсюда и вытекает следующий слайд, естественно, миссия. Про историю российского купечества я уже тоже на стратегии сказал, следующий слайд. Даже купцы в 18 веке четко понимали, что является их главным преимуществом. Это деловая репутация, и они все для этого сделали. Вот отличие первой, второй, третьей купцов, третьей гильдии в том, что даже кредитные организации и любые другие заемщики, работающие на этом рынке, в зависимости от того, к какой гильдии купец принадлежал, давали займ. Либо под слово, либо под расписку, либо только под документы. Вот сегодня все СРО даже под документы вряд ли получат кредит доверия. Следующий слайд, пожалуйста. Исходя из этого, что может быть реальной ключевой миссией Института саморегулирования? Безусловно, это то, что мы должны сделать первым делом. Это самая главная задача. Это превращение деловой репутации в ключевое конкурентное преимущество на рынке для всех представителей предпринимательской сферы. Потому что, не сделав этого, мы не сможем создать системы контроля и добросовестной конкуренции. Потому что, если это не станет ключевым преимуществом и для потребителей, и для власти, мы не сможем проконтролировать добросовестность СРО в том числе. Второй момент, это, конечно же, создание инструментов, которые бы позволили накапливать и, собственно говоря, маркетировать деловую репутацию как основное преимущество. Ну и для того, чтобы вот эту деловую репутацию накапливать и тиражировать для всех членов, конечно, должны быть абсолютно понятные принципы добросовестности, которые должны соблюдать те люди, которые контролируются профессиональным объединением либо саморегулируемой организацией на предмет исполнения их стандартов. Именно по этой причине, мое глубокое убеждение, что ни одна система сертификации, которая пытается создать, например, сертификацию добросовестности или репутации, она не сможет заменить профессиональное сообщество, потому что это в любом случае будет срез на какой-то промежуток времени, когда идет эта проверка. Это то же самое, что была лицензия. То есть выдали документ, дальше полное отсутствие контроля. Вот главная задача национального объединения – сформировать критерии оценки добросовестности, то есть это соблюдение профессиональных стандартов и правил, плюс соблюдение, безусловно, кодекса этики всеми профессиональными участниками этого рынка. Причем есть еще один кодекс, это управленческий кодекс, связанный как раз с самим СРО и национальным объединением, который тоже входит у нас в общую обойму 4С, 4 составляющих ключевых системы саморегулирования. Ну и естественно, с моей точки зрения, формирование репутации возможно только в одном случае, когда это формирование происходит максимально публично, а это и есть реестр. Это и есть реестр саморегулируемой организации, который должен интегрироваться в общий реестр национального объединения. Поскольку реестры, которые сегодня ведет орган надзора, они не позволяют получить всю необходимую информацию о добросовестности, мое глубокое убеждение, что саморегулируемые организации вместе с национальным объединением должны создать единый реестр. И второе, создание такого единого реестра может избавить все СРО от необходимости подавать документы в реестр отдельно в бумажном виде. Все эти документы реестр сколько захочет, сможет получить с этого глобального отраслевого реестра, которое ведется на глобальном уровне надзора объединением, но наполнение информации и актуализация по каждому СРО осуществляется, безусловно, самим СРО, исходя из тех допусков, которые мы видим. Поэтому ключевым инструментом формирования репутации является публичный реестр, который содержит все профессиональных участников, аттестованных, когда у них аттестаты заканчиваются, когда они истекают. Этичные они неэтичные, не просто квалифицированные, а еще и этичные. Второе, все СРО, все профессиональные компании, работающие на этом рынке, члены СРО, тогда вот этот глобальный инструмент контроля позволит однозначно на 90% решить вообще все проблемы недобросовестности, но его нужно превращать именно вот в инструмент конкурентных преимуществ, ключевых конкурентных преимуществ. И здесь нужна поддержка власти, потому что без поддержки власти такой реестр, безусловно, тоже можно создать. И мы уже его создаем. Вот Российская гильдия риэлторов на сайте имеет поисковый реестр, проверь своего риэлтора. Человек может найти риэлтора в любом регионе страны, в любой компании, в любом городе, и убедиться, что этот человек квалифицирован, какой он имеет опыт работы, когда он аттестован, независимо от того, в какой компании этот человек работает. Следующий слайд. Ну, а пока мы ведем себя вот ровно так, говоря о том, что нас лишают прав, нас лишают свобод, а вот, но при этом мы не готовы взять на себя социальную ответственность за отрасль и за профессию. Вот все будет ровно так. Следующий слайд. Ну, вы видите, да, что в пирамиде ценностей человека, каждого человека, потребность в саморазвитии, она находится на высшем уровне. И именно по этой причине мы еще пока не озадачились на профессиональном уровне в том, чтобы каждый человек, работающий в профессии, получал не только деньги, но еще удовлетворение от той работы и мог смотреть в глаза человеку, которому он оказывает услуги. Вот, следующий слайд. Безусловно, когда мы говорим о целях развития системы саморегулирования, нужно говорить о двух ключевых вещах. Это создание, обеспечение корректности и единообразия базовых правил игры на рынке и обеспечение добросовестной конкуренции и обеспечение защиты прав потребителя. Следующий слайд. Потому что два неразрывных понятия. Следующий слайд пропущу, потому что это дефицит времени. Иначе система, в принципе, не будет работать, она вот будет ровно такой. То, что сегодня мы наблюдаем в большинстве секторов. Следующий слайд. А так, индикаторы эффективности. Что же это такое национальное объединение? На мой взгляд, это не что иное, как реализация миссии национального объединения. Если ее четко прописать и понять. И вот, я думаю, что в настроении, на самом деле, нужно на шестом году жизни организации начать с миссии. Начать с миссии, провести стратегическую миссию по планированию деятельности национального объединения. На котором выработать миссию, цели, задачи организации. Если все эти годы шли не в том направлении, как Валерий Павлович говорит. Кто же вел это направление? Где вы взяли этого Сусанина? Следующий слайд, пожалуйста. Ну и что может стать ключевыми индикаторами? Это не все индикаторы, безусловно. Потому что можно нарезать и все остальные. Но я бы хотел на них особо остановиться. Например, в данном случае для строительного сектора, когда есть обязательное членство, сложно использовать первый индикатор. Доля профессиональных участников рынка или отрасли, объединяемых в национальном объединении и в целом сфере саморегулирования. Для нас это важно. Вот мы сегодня, например, объединяем более 60% рынка на добровольной основе, на национальном уровне. Это, в принципе, уже показатель, несмотря на отсутствие требований об обязательности. Второй момент. Доля рынка, который контролируется членами, другой немножко показатель. Это количество в объеме сделок, совершаемых членами профессионального объединения. Третий критерий. Доля решения потребителя в обращении за услугой представителю профессии. Вот смотрите. Два разных рынка. Нотариальная услуга и риелторская услуга. Значит, оба рынка сейчас без обязательного требования и о нотариальном действии, и о обращении к риелтору. К риелторам сегодня по статистике обращаются 85% профессиональных участников рынка. К нотариусам за удостоверением сделки менее процента. При этом нотариусы настаивают на обязательном нотариальном удостоверении. О чем мы говорим? Вот он индикатор. Они потеряли этот рынок и не хотят его завоевывать, но хотят получить просто так в качестве подарка. Вот такого подарка ни для одного профессионального сообщества быть не должно. Дальше. Весовое влияние на законотворческие и политические процессы. Вот четвертый пункт, я обращаю ваше внимание. Мы вообще о нем не говорили и не думали, но без поиска ответа на этот вопрос невозможно интегрировать профессиональное сообщество реально в гражданское общество. Потому что если будет самое совершенное профессиональное сообщество, которое живет по всем этическим правилам замечательным и все у него замечательно, это не значит, что оно неуязвимо со стороны общества. Завтра примут закон, который обрушит всю систему регулирования, которое создавалось годами, да, и которое накапливалось добровольно. Поэтому мы вынуждены заниматься политикой, хотя мы занимаемся бизнесом, должны создавать инструменты политического влияния на власть. Я хочу сказать, что вот на опыте Америки, например, я первый вопрос, который задавал. Скажите, вот среди профессиональных объединений, работающих на американском рынке и обладающих своими собственными лоббистами, да, кто, а какое место занимают риэлторы? Ну, мне сказали, четвертое место. Четвертое место занимают в сфере лоббирования интересов профессионального сообщества и развития законодательства. А как вы думаете, кто на первом месте в Америке? Юристы. Вот. А на втором мусорщики. Потому что у них инструменты шантажа гораздо более жесткие. Вот. Поэтому, значит, смотрите. Еще моменты, которые могут быть индикативны. Это, когда мы говорим о 4С, это доля инструментов из 4С, которые реализованы в отрасли, как инструменты контроля. И за общественной системой управления, и за доступом в профессию, и за созданием инструментов обратной связи с потребителем. То есть мы говорим о том, что в рамках нашего описания модели 4С, это достаточно совершенная модель саморегулирования, которой мы идем там хотя бы где-то к 25-му году. Безусловно, нужно уже брать сегодня на вооружение все эти инструменты, их реализовывать. Это позволит эффективно построить национальное объединение. И еще. Это, конечно же, сам по себе рейтинг отрасли и профессии в системе ценностей и услуг и оказываемых сервисов. То есть, если население не считает эту отрасль престижной и качественной, не только потому, что там немного денег, но и сама по себе профессия не воспринимается, это проблема национального объединения, которое не смогло сформировать достаточных требований для доступа в этой профессию, которые бы обеспечили ее добросовестность. Это глобальный индикатор, еще один индикатор, это рейтинг отрасли и профессии в системе ценностей вообще гражданского общества, не только услуги. А что еще социально эта отрасль несет для гражданского общества в себе? Вот когда мы дойдем до вот этого уровня понимания саморегулирования и роли национальных объединений, я думаю, что мы в принципе сможем построить эффективную модель регулирования рынка. Следующий слайд, если можно. И тогда придем, собственно говоря, к согласию. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и естественно, здесь главный вопрос. За нами все равно следят. Очень важно, чтобы бюрократизация нам не помешала построить ту модель регулирования, которая для нас имеет значение. И в этой связи бюрократизация, она будет всегда присутствовать, если у нас не будет главного ключевого инструмента в 4С. Это ротация не только первого лица в этой организации, но и ротация коллегиальных органов управления. У нас реализуется в каждой выборе 30% ротация меньше всего набравших голосов в органе управления, в правлении. И вот эти 30% занимают новые люди, которые даже при голосовании набрали меньше голосов в следующем рейтинге. А президент у нас избирается только один раз в жизни на один срок профессионального объединения. И у нас уже 11 президентов. Вот здесь на этом форуме, да, галерея. Но я хочу еще одну вещь сказать, очень важную, что ротация ради ротации тоже не нужна. Необходимо, чтобы была преемственность и были реализованы инструменты, которые позволяют человеку при получении, собственно говоря, возможности руководить коллегиальным органом управления. А у нас решение коллегиального органа управления выше, чем президентская власть в организации, да, чтобы он был ответственный. То есть есть две стороны медали. Есть власть, есть ответственность. Еще один момент, тоже имеющий значение, это четкое разделение исполнительной власти и публичной власти, да, коллегиального органа управления. Иначе, в принципе, содержится очень серьезная угроза для будущего этой организации. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, здесь изложены все четыре S точки. Значит, отнесение этих элементов вот к каждому из этапов развития профессионального объединения, оно вот не воспринимайте как жесткое. Это просто попытка первый раз идентифицировать. Можно просто слайды прогнать. Вот те требования, которым, в принципе, должны соответствовать СРО и нациообъединения, очевидно, что эти требования, они равновеликие. То есть не может быть таких требований, которые можно отнести к национальным объединениям, но не надо относить к СРО. Ничего такого подобного нет. Прозрачность, публичность и все остальные инструменты, они будут работать только когда система едина. И я считаю ключевой ошибкой 315-го то, что произошло разделение СРО и нациообъединений на два каких-то биполярных мира, да, и, безусловно, это мешает развитию отрасли и мешает эффективному ее развитию. Спасибо за внимание. Пожалуйста. Спасибо большое, Костя Николаевич. Есть вопросы? Только я хочу предупредить, что мы вышли уже за регламент. У нас начинается итоговое заседание по подведению итогов нашего сегодняшнего мероприятия, нашей сегодняшней конференции. Поэтому, если это вопрос общего характера, мы можем как раз там, на площадке подвести итоги. Общего характера? Нет, вопрос очень такой короткий. Вот у нас есть контролирующие органы, которые в основном контролируют специальные вопросы, то есть те, которые по специальным законам. Но вот есть четвертая статья 315-го закона, обязанности, права и саморегулирования. Вот это никто не контролирует. То есть сама организация, она саморегулируемая или нет? То, что она там дает свидетельства и все прочее. А как она выполняет 315-й закон? Вот в части функции, основные функции, права и обязанности саморегулирования. Валерий Павлович, абсолютно бьете, как всегда, в десятку, да? Проблема, она, это вопрос, связанный с теми же моментами корпоративного управления. Это те же самые моменты корпоративного управления, что есть в акционерных обществах, да? Я акционер, а каковы мои права как акционера? Все права узурпированы исполнительным органом акционерного общества. Акционерное общество узурпировало все права, исполнительная дирекция, да? То же самое и здесь наблюдается, к сожалению, да? И вот эту ситуацию нужно разрешать. Не, ну надо, этот вопрос надо развивать. Спасибо. Ну, я думаю, что будем дальше работать. На этом же не заканчивается наша деятельность. Можно небольшое добавление. А нельзя вернуть тот слайд, который здесь стоял, национальное объединение и три клеточки внизу. Значит, как они работают. Это моя презентация, пять минут. Вот там как бы все, вот у нас как-то очень много разговора шло о том, что контроль, контроль, там контроль и так далее. Ну вот, Валерий Павлович сказал, вот, он очень много говорил, но если приводить это к короткой фразе, то... Вот она. Да, вот это. Вот короткая фраза, она очень простая. Здесь самого главного нет квадратика. Взаимодействие с властью. Ну, коммуникатор, мы предполагали, что это коммуникатор. Нет, 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 вот, коммуникатор, коммуникатор, это коммуникатор может быть внутри. Сейчас, сейчас, одну секунду. Вот, следующий слайд. Видите, профильное министерство и как бы нацсовет, который транспортировал. Я не был, да. Вот, я считаю, что одно из важнейших функционалов, важнейшего функционала национального объединения, это именно взаимодействие. Ну, по-грубому, лоббирование интересов отрасли во власти, в любой власти. Вообще бы я бы сделал здесь следующее. Я бы дал право национальному объединению, право законодательной инициативы. Вот это очень сильный мотив. И тогда многие проблемы снялись бы. Значит, и как вы правильно вот здесь доложили, что голова без национального объединения, власть слушать профессионалов не будет. Это самое главное. Это мотив двигаться в меньшей обместе и объединяться для того, чтобы решить общие задачи. Виктор Семенович, спасибо вам большое и спасибо всем коллегам. Я думаю, что мы еще поделимся своими впечатлениями на итоговом заседании нашей конференции. Я считаю, да, всех на итоговое принятие резолюции и обсуждение результатов круглых столов и секций, поэтому мы все сможем там высказаться. Спасибо. 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 Продолжение следует...